Пока одну часть вот этой территории на улице Фабрициуса в районе Дендрария занимает парковка, другая вовсе пустует. Но совсем скоро здесь появится сквер. Есть даже название – фестивальный, в честь Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который Сочи примет в октябре. Местные жители быстрорастущего микрорайона очень рады. Зона отдыха здесь будет как раз кстати, говорят сочинцы. Это хорошо. Это лишние дополнительные места, развлечения для людей, удобства. Под спортивную площадку, да. У нас много друзей и воркаутеров, которые на турниках занимаются. Они будут рады. Они здесь живут недалеко. Концепцию нового сквера сегодня обсуждали в городской администрации. Важно понять, каким будет парк и его наполнение. Планируется и детская площадка, и спортивная для волейбола, и уличные тренажеры. Важная часть – это пешеходная тропа вдоль реки с выходом на улицу Черноморская. Главой города поставлена задача быстро, оперативно, в короткие сроки выработать решение, обсудить его всем вместе. Мы должны получить многофункциональное место отдыха, которое бы соответствовало интересам и жителей, и гостей города. При формировании концепции парка будет обязательно учтено мнение общественности, подчеркивает Мугдин-Чермит. К работе привлекут и заинтересованный бизнес. Ведь сквер нужно не только обустроить, но и содержать. Продумать нужно и транспортную логистику. Кстати, парковка останется на месте, но будет обустроена. Место найдется примерно для 300 машин. Что касается транспортной логистики, на самом деле, к этому парку удобны подъездные пути. У нас есть автобусная остановка, которая в шаговой доступности по городному проспекту. Там с этим, я думаю, проблем нет. Через эту остановку у нас идет достаточно большое количество маршрутов, по сути дела, со всех концов города. Подготовительной работой на площадке, почти законченной силами экологического совета и городской мэрии, вывезен весь мусор. А уже к следующей неделе специально созданная рабочая группа должна представить окончательную концепцию нового зеленого уголка курорта. Ольга Десятого, Владимир Киселев, Трекомпания, ФКТ.